Доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в замечательную игрушку Римчик, которая, ну блин, ну точно уже кому-нибудь надоела. Мы все равно продолжаем ее снимать и я пока завершать не планирую, но по крайней мере завершать я собираюсь логически, то есть улететь на какой-нибудь тяге, лучше на космической, конечно. Конечно. И что мы в прошлой серии с вами не сделали? Я так и не сделал производство вот этого непробиваемого стекла. Давайте, во-первых, мы его пропишем вот сюда, чтобы оно здесь вообще... Подожди, не то. Непробиваемое стекло. Оно нужно нам для глазок. Так, очень бы хотелось, честно говоря. Давайте-ка мы так, повторять до... Я не знаю, сколько нам его надо-то. Давайте соточку. Я, правда, не знаю, сколько на нее требуется ресурсов и поскольку оно вообще производится. Пять карбона, пять синтетических волокон. Давайте, пауза при 45 и отправляем туда работать нашего, хотел сказать, бедного чифа. Нет, давайте мы розе, наверное, отправим. Кстати, вот здесь у нас стоит стул, а в других местах он у нас не стоит. Ничего страшного в этом нет. Стул не ускоряет, еще раз говорю, производство. Он никаким образом не ускоряет. Он поднимает комфорт нашего персонажа, то бишь вот этот вот параметр. То есть, возможно, что ему чуть позже захочется пойти отдыхать. Так, непробиваемое стекло всего по пятерочке. А сколько нам надо на глаза? Я хочу сделать себе глазики. Бионический глаз. Две штуки, пожалуйста. Из чего делаются? Биоматерия 30, 10 непробиваемого стекла, парафин, пластик, набор микрочипов. В принципе, мы вполне себе можем себе это позволить. Сверхпрочных тут вроде бы никаких не нужно использовать. Сейчас сделаем, замутим еще одно стеклышко и пойдем. Так, погоди, а что у нас с биоматерией? Биоматерию мы практически всю перевели. Я там убил еще четырех расхитителей. Очень странно, короче, сейчас работает рассказчик. Вроде как все-таки он отправляет нам различные ивенты. Опа-ньки. Древний кристалл холодного камня. Подождите, это не хладокамень. По-моему. По-моему, это не хладокамень. По-моему, это тот самый кристалл, который... Ну-ка, Ханя, иди сюда. Который дает бонус к исследованиям. На стримах вы у меня такой уже могли наблюдать. А здесь мне пока такой не попадался. Сейчас пойдем посмотрим. Я не уверен, может быть, это и хладокамень. Если хладокамень, то это довольно бесполезная хрень. Ханя, мы ждем тебя. Так, что там у нас? Эээ, за столом сидит гость! И у нас защита от солнечных вспышек, кстати, еще появилась. Надо будет тоже потом сделать под нее помещение. Там довольно специфическое помещение. Опять-таки, на стримах я его делал. Просто у него есть некоторый такой моментик. Так, погоди. А у нас тут один кристалл, что ли? Гриня уже туда бежит буквально добывать. Да ядритская сила! Ну-ка, давай! Тетя Ханя, давай-ка быстренько добудь мне кристалл, пожалуйста. Я что тебя, зря сюда тащил? Нет, это всего лишь хладокамень. Ладненько, тогда продолжаем заниматься нашими глазенками. Чефецкий, погоди. Я понимаю, что ты тут у нас сейчас занят изготовлением буфетной униформы. Но ты не хочешь все-таки глазки забабахать? Подожди, сколько там биоматерии-то надо? Тридцатка. Да ядритская ты сила! Погодите, ну у нас есть вариант с белочками, да? То есть мы можем белочку какую-нибудь опять прибить. Тем более, что здесь одна поблизости бегала. Вот она. Белочек у нас несут вот на этот склад и перерабатывают, соответственно, на биоматерию. Но давайте-ка мы посмотрим. Да, искусственные кости у нас стоят на паузе, чтобы у нас не перевели все это дело. Так, кого мы отправим? Розе, иди сюда. Иди сюда, солнышко мое. Надо уконтропупить белочку. И надо убрать вот эти вот деревья. Вообще-то надо здесь сделать болотину. Давным-давно я собирался это сделать. Все до сих пор не могу никак собраться. Короче, белки у нас будут чисто белки на биоматерию. Ну, правильно, мяса на них не очень много, на самом деле. Так, док. Вперед. Я хочу просто посмотреть реально установку бионического глаза. Насколько она ускоряет работу. Потому что раньше я для ускорения работы исключительно руки делал. Но возможно, что это не совсем верное решение. Итак, у нас есть тридцатка биоматерии. И это значит, что мы можем отправить чифа сделать хотя бы один глаз. Так, ты куда пошел-то? А, биомикрочипы. Кстати, насчет биомикрочипов. Давайте-ка мы сделаем здесь еще один контейнер. Сундучок. Потому что биомикрочипы стакаются, по-моему, по десятке. То есть хранить их на обычном складе, ну, такое себе удовольствие. Блин, док, бедняга. Давай, иди полечи себя. Надо ей тоже сделать операцию. Но для этого нужна биоматерия, которая к нам все никак не может прийти. Давайте вот глянем по истории. По истории, в принципе, по графику. Если мы берем за 30 дней, то у нас вот, видите, у нас идут. Эпидемия малярии. Эпидемия. Тут еще рой насекомых. Вражеский десант какой-то. Налет. Подожди, а когда вражеский десант у нас был вообще? Что-то у нас был вообще вражеский десант? Хрень какая-то. Что-то я его реально не помню. Ну, не суть. Короче говоря, какие-то происходят ивенты. Но меня все равно пугает. Меня очень сильно пугает тот момент, если внезапно у нас что-то забаговалось. Я отписался с Каю. Не знаю, к моменту, когда выйдет этот ролик, он мне уже должен будет ответить. Кстати, подождите. А бионические части тела, они же у нас теоретически не должны портиться. Поэтому вообще-то их надо будет, наверное, вот сюда, на склад медицины. Там у нас отдельное помещение под него должно быть. И давайте мы гринявому сейчас замутим новый... Так, чего у тебя пальца нету? Ты у нас будешь новым кибером, короче. Вживить правый глаз. Правый глаз. Давай, иди отдыхай сюда. Сейчас мы тебе как замутим. Блин, правда док у нас немножко не выспавшийся. Э, не-не-не-не-не. Не так, не так быстро, солнышко мое. Скармливает грибная похлебка. Какая грибная похлебка? Глаз поставь, чуваку. Пила у тебя есть. Главное, чтобы ты не пила сегодня. А то будут проблемы. Короче, надо охотиться на белочек и добывать биоматерию. Сейчас мы узнаем. Ну, надо, чтобы он очнулся, на самом деле. То есть полностью мы узнаем, когда он... О, затмение. Слушай, рейдов нету, но вы держитесь. Называется. Ладно, давайте мы продолжим заниматься строительством нашего медицинского блока. Так, погодите секундочку. Да, вот как-то... Как-то вот так вот это у нас будет выглядеть, наверное. Эту стенку мы сейчас разберем. Здесь у нас будет, соответственно, две амбразурки. Здесь тоже самое, кстати. Ну, ладно, ничего страшного. Я все-таки предпочитаю обычно ставить, конечно, плитку под амбразуру, чтобы получить бафчик к внешнему виду. Но это уже не настолько существенно. У нас и так с настроением у наших ребят, как видите, проблем особых нет. Главное, чтобы была еда. Так что как-нибудь разберемся. Занимайтесь, ребята, строительством. Так, вот этот склад мы убираем. Так, ты через сколько очнешься, братюня? Баратюня? Наркоза где-то показывают вообще? Сознание, Макс-10. Времени тут, конечно же, нету, да? Через сколько все это пройдет. Так, планировка. Удаляем планировочку. Она нам здесь не... Она уже, в принципе, давно нам там не нужна. И чем мы будем дальше заниматься? Вообще-то, хотелось бы обеспечить наших бойцов невидимого фронта ППшечками. Так, у нас оружейные детали здесь. А что у нас? Компонент ПП чуть-чуть есть. Я хочу сделать Крис. Вот он, Крис Вектор, да? Давайте посмотрим по деталькам. Тут, как обычно, металлы нужны будут. И вот с металлами давайте, наверное, мы будем использовать только стальной сплав. Хотя можно и бронзовый автомат. Это что-то новенькое. Что-то новенькое. Так, и знаете, что еще я хотел сделать? Еще между сериями хотел сделать. Я хотел поставить вот сюда сундучки. Под ткань. Под ткань с максимальным приоритетом. Под определенные виды кожи, которые я использую в крафтах. Потому что здесь у нас вот этот склад, он в основном под кожу, которая нам нафиг не нужна. То есть, видите, основные ресурсы именно в плане текстиля у нас лежат здесь, но кроме кожи. И получается так, что наши персонажи, если им нужна кожа, вынуждены бегать хрен пойми куда. Так, Рила у нас с кем хочет спать? С Гоустом. Гоуст с тобой не хочет спать. Якимушка хочет с Закой спать. А Зака спит уже с кем-то другим. Господи, эта Санта-Барбара продолжается и походу дело никогда не закончится. Жесть. Жизнь моя жестянка. А ну ее в болото. Так, значит, благо, что так, нефтяночка у нас имеется. Слушайте, как все, как все замечательно-то. А где наш крастер? Даня, ты где? Подожди, вот он. Вот Даня, но чем-то он... Даня спит. Даня выбрал себе офигенную комнату, в которой есть много всего интересного. Даже комод, можно тут поменять ему внешний вид, но, блин, куда же мы Даню можем... Нет. Даню внешний вид нельзя менять. Он офигенен. И, друзья-товарищи, у нас очнулся Гринявый. Давайте-ка мы сейчас посмотрим, что у него там и как происходит. На примере работы, значит, скорость работы. Ну, скорость работы, ладно. Где у нас скорость строительства? Кто-нибудь видит скорость строительства? Вот он. Нет, это скорость работы. Ваяние, нет, это тоже не то. А где? Где, блин, скорость... А вот скорость строительства. Зрение. 100% значимость 20. Блин, а фиг его знает. Подожди. Вот я не понимаю, на самом деле. Зрение 100%. Максимум 100. То есть, никак не влияет, что ли? Что-то я не понимаю. Не понимаю совершенно. Влияет ли зрение... 129%. Вот как? Влияет оно или не влияет? Надо было... Ядритская сила. Надо было... Сейчас мы сделаем по-другому. Мы сейчас, собственно, сделаем второй глаз и сделаем замер перед и после, как говорится, да? То есть, до того, как установим глаз и после того, как установим глаз. Нам надо найти белочек. Белочки! Ох ты, ё-моё, сколько ж вас тут. Отлично. Отличненько. Значит, кого мы отправляем туда за вами? Рози, иди сюда. Будешь у нас главным убийцей белок. Короче, так как нам не идут совершенно никакие рейдеры, у меня такое ощущение, что нам придется самим ходить по карте в поисках приключений, потому что что-то, что-то Рей не хочет никого нам отправлять. Блин, только не забагуйся. А то я ничего не смогу сделать уже с этим сейвом. Я уже столько прошел вперед, что... Ай, да уж. Так, что там у нас дальше по фауне? Где еще белки? Блин, а поближе нигде нет он. Вы можете как-то косяками, что ли, ходить? Хе-хе-хе. С таями. По десяточке биоматерии с одной белки падает. То бишь, нам надо три белочки привалить. Тащите на базу. И следующее. Иди сюда. Последнюю, третью. Главное, кстати, чтобы ее еще отволокли именно туда, куда нужно, потому что иногда они что-то волокут все равно на центральный склад. А там у нас все-таки она идет на еду. Давайте следить. Ну, да, этот тащит туда, куда нужно. Беретта вроде бы тоже притащила, куда нужно. Док, иди займись, пожалуйста, переработкой белок. На биоматерию. У нас, кстати, очередной Крис Вектор готов. Надо будет его тоже кому-нибудь выдать. И надо, вообще надо не забывать делать вот эти ППшники, выдавать их, в том числе особенно на стримах, выдавать их всем нашим ребятам, не бойцам. чтобы они всегда за себя могли постоять. Допустим, там, я не знаю, жуки какие-нибудь прилетают, еще что-то. Так, у тебя вот что по вещам? У тебя ничего по вещам. Вот давайте, к примеру, берете, у нее такое имя классное, да? Берете, выдадим этот самый Крис Вектор. Просто, если у нас, допустим, наши ребята занимаются обороной, в этот момент приходят жуки, такое бывает, в принципе. Вот, самое оно, если у нашего бойца невидимого фронта будет какой-нибудь ППшник, которым он вполне себе сможет защититься элементарно там от какой-то мелочевки. А тех же жуков, да, вот пострелять через амбразуры, постоять вот здесь вот и пострелять, почему нет? Дополнительная огневая мощь лишней не будет. 35 у нас есть, давай, Чефецкий, иди сюда, сделай нам еще один глазик, пожалуйста. И надо будет сделать замеры. Правда, мне будет нужна ваша помощь, я всегда забываю числа, пока они там оперируют, пока они что-то делают, я забываю числа. Так, еще один глазик у нас сейчас будет готов, а тем временем, пока его делают, мы можем вот это помещение закончить. Так, давайте мы разберем вот эту стеночку, и вот этот склад, мне кажется, 4 клетки или сколько? Я думаю, что больше 4 клеток вряд ли надо делать складчанский-то. Хотя тут тут 3 получается. 3 мало. Давайте немножко еще выкопаем. И сейчас это немножко нам выльется в то, что мы провалимся в соседнее помещение, да, где пещеры с жуками и выходом куда-нибудь за край карты. Такое вполне может быть, особенно с моим везением. Так, гости очень сильно довольны. Ребята, заходите чуть позже, я вам гостевой центр отгрохаю со спа-курортом. Ой-ой-ой, у меня микрофон долбанулся. Прикольно было. Я не знаю, что вы там услышали, но, скорее всего, что-то вы услышали. Провернулся микрофончик. Так, смотрите, у нас есть глаз, кстати, замороженный. Не знаю, нужен ли он кому-нибудь. Так, гринявый. Значит, смотри, иди сюда. Нет, не иди сюда. Надо тебе назначить строительство, чтобы ты взял в руки правильный инструмент. Хотя, ты правильный инструмент и так можешь взять в руки. Ну, в любом случае, давайте мы отправляем гриней сюда работать. Так, гриней. Значит, и смотрим. Здесь у нас светло. Светло, все идеально, короче. Все идеально. Давайте посмотрим, что тут у нас, значит, по строительству будет. Скорость строительства 408%. Это вместе с этим инструментом. Сейчас мы ему ставим второй глаз. Главное поставить нужный, а то я могу вместо того же погоди, пересадить глаз, вживить бионический глаз левый. Иди, отдыхай, 408%, ребят. Док, вперед. Кстати, подожди, 408, и давайте еще один момент посмотрим. Здесь у нас тоже светло. Общая скорость работы 167. Док, давай вперед оперировать. 167 и 408. Запоминаем эти циферки. Ребят, запоминайте эти циферки, потому что Грини, Грини точно их не запомнит. Ибо Грини балбес. Так, приказы. Давайте мы пока, значит, покрытие здесь снимем, там, где оно не нужно. Значит, вот это, вот это. Короче, вот так вот снимаем покрытие здесь местами, чтобы все было прям по лепоте. так. Чего? Вы серьезно? Орбитальный удар? Пипец всему. Интересно, подожди, теоретически они должны сейчас по линии обороны жахнуть. Ядритская сила, вы что, вы серьезно? Ребята, не-не-не-не-не-не-не-не-не, подожди, назначение, так, ограничение, пам-парам-пам-пам, периметр, всем срочно, блин, периметр, подальше от оружейных, да, отлично, замечательно, ребята. Писец всему. А сюда-то, это же моя броня! Сука! Там вся моя броня! Господи! Погоди, а что у нас здесь с температурой? А с температурой здесь вроде все нормально, а какого черта он сюда-то жахнул? Вот ведь мать твою! Короче, я остался без всей брони практически, может мы успеем сейчас переодеть кого-нибудь из наших балбесов? А температура здесь у нас 59 градусов. Нет, мне кажется, что туда не стоит идти, потому что... Вот вам и пожалуйста! Нет, короче, мы туда не пойдем, хрен с ней с броней. Единственное, что я понял, что броню надо куда-то упаковывать вот куда-нибудь сюда, мне кажется. Тем более, что им обычно до сюда бежать ближе несколько, чем сюда. Так, ну что-то мы, может быть, и успеем. Нет, ну это, это офигеть просто! Я даже забыл, какие там цифры были. Может, у кого-то хоть какая-то бронька-то останется, а? Ребят, тушите пожары! Не, ну это, это жуть вообще. Вы посмотрите, что, блин, что от нашей обороны осталось? Якимушка, встань! Ах ты, блин! Ожоги от перегрев... Какого перегретого воздуха? Где же дыр? А, дырки здесь нету, да? Якимушка, выходи, балбес! Балбесушка, там 900 градусов, твою мать! Блин, да что ж такое-то? Держи, открытый! Уходи! Какой ты, сука, задумчивый! Просто не спастись! Да, сейфу, короче, кобздец. Разобра... Разбирай здесь стенку. Стенку, сука, разбирай! Господи, какие же они обмороки! Мать их за ногу! Тупорылые балбесы! Просто тупорылые балбесы! Ну, спасибо, Рэй, короче, спасибо, Рэй! Ты очень, блин, мать твою добра! Блин, да что ж такое-то? Поручаешь ему? Нет, я пойду есть похлебку! Минутка бомбежа от Грини! Короче, так, что у нас там? 700 градусов, да? Отлично! Сейф пока каким-то образом... Это, видимо, он не держится, на самом деле. Мне кажется, что он не держится, мне кажется, что там уже, наверное, внутри-то ничего или есть. Смотри-ка, есть что-то. Тушите, балбесы! У нас один комплект брони остался. Круто! Но от этого не спасешься. Единственное, что можно сделать, это сделать защиту от этого сраного щита. Такая штука, в принципе, имеется. была оборона, нет обороны. Ну, в принципе, я ее перестраивать собирался. Жуть! Просто, блин, мать его, жуть! Ну, давайте, давайте восстановим пока то, что здесь у нас имеется. Так, тут у нас, по-моему, дверь была когда-то. Спасибо, Рэй! Блин, ну, как так-то вообще, не смешно ни разу. все АГС-ки кончились, АГС-ок у нас больше нету. Так же, как у нас больше нету брони, нету у нас больше патронов. И, короче, мы, если сейчас придет атака, то нам звездец, что я могу сказать. Нам полный и всеобъемлющий звездец. Ребята, вы не хотите заняться уборкой, там нет? Действительно, зачем нам заниматься уборкой? Так, что нас теперь интересует? Нам нужны АГС-ки, новые АГС-ки. Да, что-то про такую вот штуку я даже и не думал, когда строил оборону и когда размещал боеприпасы. Так, металлы давайте мы оставим только прочные. Как-то так. Ой, ешкин ты мартрешкин, а? Ну, хоть у ГОСТа осталась бронька, больше ни у кого ничего не осталось. Грусть, печаль, беда и сплошное разочарование. Ну, АГС-ки мы сейчас восстановим, предположим. Вот, правда, со снарядами есть некоторые проблемы. Так, ребята, вы свободны. Вроде далеко было, но это не сильно нас спасло. Инфекция заражения у Якимушки. Чуть-чуть она подгорела и, соответственно, получила заражение. заражение это не страшно, потому что вот эта кровать, она сколько дает у нас в процентном? 169% выработки иммунитета вообще до звезды. А сейчас давайте посмотрим, что у нас у Гринюка. Гринюк, значит, давай глянем, что у тебя да как. 167, по-моему, скорость, 167 так и осталось и скорость строительства 408. Короче, глаза никак на это все дело не повлияли, к сожалению. Хотя вообще-то зрение... Ну там, видите, там ограничение было написано. Там было написано, что типа ограничение 100 с чем-то там процентов. Видимо, из-за этого. Так, что нам делать с линиями обороны? Возможно, что имеет смысл все это дело перестроить, коли уж мы сейчас отхватили звездюляторов. Нет, конечно, надо перестраивать, но надо сначала восстановить, наверное, хотя бы в какой-то мере то, что было. Да уж. Да уж, да уж, нам куда уж. Так, это, как я понимаю, у нас как-то вот так вот было, наверное, да? Я даже не помню, как тут вообще что было. Ну, вот так и дверьки. Главное, бронированные двери здесь были, ага. Ни хрена не осталось. Никаких бронированных дверей, никаких проводов, вообще, вообще ничего не осталось. Круто. И сюда, кстати, нам надо будет поставить, наверное, новое освещение, электрические лампочки. Вот так вот поставим. Электрические поставим. Да уж. Офигеть, здесь вообще электричество было когда-нибудь в природе? Такое ощущение, что нет. Зато чистоту мы наводим довольно быстро. Нет, ну, вот то, что, короче, мы потеряли практически всю броньку, вот это меня очень сильно напрягает. Как, вот, вот что делать? Куда размещать броньку, чтобы она была более-менее защищенной? Ну, видимо, защиту от орбитального удара надо делать. Ну-ка, погодите. Защита. Защита. Нет, не так искать. Орбитальный силовой щит. Вот он, да, создает помехи и препятствует нанести по территории прицельный орбитальный удар. Огромный расход энергии. Орбитальный щит требует технологии. Орбит. Где у нас орбит? Орбитальный щит. Оу, щит. Подожди, а где, блин? Вот, вы знаете, он как-то так его находит... А, вот он, в жопе мира, короче. До сюда нам еще как просто далеко, короче. Далеко. То есть придется, придется как-то бороться со всем этим. Я понял одно. Во-первых, очень охренеть, какая плохая идея делать деревянные полы. Они здесь вообще есть? Здесь вообще полы какие-то остались или нет? Да уж. Ну, какие-то здесь остались полы на самом деле, но мы их сейчас уберем. Поставим туда каменные полы, возможно, поставим потом туда хлопушки, которые защищают... Ну, не защищают, которые тушат пожары. Кабелей здесь тоже, опять-таки, не осталось. Крутотень. Крутотень. И давайте здесь вот сделаем дублирующий кобелек. Так, что, собрали здесь? Здесь вроде все пока собрали. Так, детали. Это у нас самодельные турели. Кстати, мы их вполне можем делать, но сначала давайте все-таки с АГС-ками разберемся. АГС-ки наше все. АГС-ки наше все. Защита. Защита, мортиры, АГС-17 из Штейна вообще-то хотелось бы, да? Потому что он будет попрочнее немножко. Боеприпасы. У нас 14 на 114 осталось немножечко боеприпасов. И вот даже не знаешь, опять-таки, куда... Подожди, прочный сундук? Может быть, в прочных сундуках лучше? Хотя, знаете, против такой хрени, мне кажется, тут никакой сундук не поможет. Если бахнет, то бахнет. Работать. Вперед. Два прочных сундука сюда поставим. Под именно заряды для АГС-ки. Один под электромагнитный, второй под взрывные. Жуть вообще. Просто жуть. Разнесло, так разнесло. Так, что у нас здесь? 355. Здесь 90. Давайте сравним просто со стальным сундуком. 170. Короче, вдвое. Вдвое прочность у него больше. Так, на 29. Что там у нас? 30 на 29. Давайте вот фугасные сюда, пожалуйста. С максимальным приоритетом. Второй сундук такой же мне нужен. Гринявый, вперед. Работать. Так, несет компоненты для прочного сундука. Все хорошо. Блин, ремонтировать и ремонтировать еще. В никуда. Просто, просто время в никуда улетело. Провода. Так, погодите, а почему у нас здесь до сих пор местами нет электричества? Так, кабель восстанавливаем. Тетя Ханя, вот здесь у нас, а, здесь у нас еще что-то не принесли. Боеприпасы притащили? Нет, не притащили. Поганцы. Так, значит, давайте переименуем. 30 на 29. Пофиг, какие, короче, здесь тоже 30 на 29. 30 Х 29. И на этот склад, так, электромагнитные, тоже с максимальным приоритетом. Да, 14 на 114 жалко. И больше всего, конечно, жалко броню. Столько времени я делал ее, и все по звезде. Главное, что там у нас нету бронежилетов, а броники делать сейчас нельзя. То есть, их вообще нельзя делать. То есть, мы их можем возместить себе только в том случае. Так, Якимушка, тебя вообще вылечили? Заражение легкое. Да, все вылечено. Иммунитет выработан на 80%, ребят. 80. Круто же, круто. Короче, Гоуст у нас единственный счастливчик, у которого остался комплект брони. Все остальные обломались. Так, давайте здесь железобетонную стеночку поставим. И оборону, да, оборону надо начинать переделывать. Надо делать вот здесь вот боковую оборону. Ой, мне вообще не нравится, как у нас сделана оборона совершенно. Я не люблю прямые линии. Надо бы все это переделать. иначе у нас будут в противном случае большие затраты. Как лучше сделать? Хе-хе-хе. Так, центр обороны будет примерно где-то вот здесь. Вот, да? По идее, надо бы вообще все вот это к фигеням собачьим скопать. И вот это вот, кстати, вот это вот действительно надо к фигеням собачьим скопать. Надеюсь, здесь ничего не обвалится при этом. Так, области, приказы. Где у нас там убрать крышу там толстую? Расширить область без толстых крыш. Давайте вот так вот мы сделаем. По одной линии будем потихонечку убирать эту крышу. И сюда давай еще, еще одну линию. В общем, вот это мы скапываем. Потом вот это тоже мы будем удалять. Вот эти блоки тоже надо будет отсюда перенести. Короче, много-много дела самых разнообразных. Очень не вовремя все это произошло на самом деле. Учитывая то, насколько мы теперь откатились. Мы откатились в производстве боеприпасов, в производстве доспехов мы откатились назад. То есть нам надо будет теперь потратить кучу времени и кучу сил на то, чтобы все это восстановить. Бронекуртка. Где у нас бронекуртки? Давай парочку бронекурток. Из чего мы ее делаем? Как я понимаю, мы их делаем только из кевлара, да. Ну, пара бронекурток. Дальше что нам нужно будет? Парочку шлемов продвинутых вот этих вот. Вперед, ребята, работаем. Бионика, Бионика, обломайся бабкам и на корабле. Теперь все заново придется делать. Заново придется всех наших бойцов одевать. Печаль, беда, разочарование. И самое главное, сколько времени придется потратить на банальный ремонт теперь всего этого. Блин, даже здесь зацепило. Орбитальный удар, та еще, блин, хрень. Так, ладно, заделываем дырки оставшиеся и надо будет проводить заново электричество. Так, тут еще момент. Давайте-ка сделаем вот таким вот макаром. Погоди, вот это давай переставим сюда. Меньше вероятности, что попадет туда, куда не надо. Вот, тут хотя бы светло теперь стало, да? Подожди, а почему здесь светло, а здесь нет? Что за дичь тут творится? Скрытые кабели в дверях давайте мы проложим на всякий случай. Дальше обычные кабелечки. Вот так, вот так, здесь тоже. Восстанавливаем всю нашу энергиосистему. Кстати, вот здесь вот надо было бы дублирующую систему вот с этой стороны давно сделать, но гринни же балбес. Гринни чешутся только тогда, когда уже поздно пить боржоми, ибо почки отказали. Кстати, виз, ну-ка давай-ка займи гранатометик и заряди-ка. Не понял, а почему ты через такую жопу мира ходил? А, потому что вот здесь вот дверь работает, а здесь нет. Гениально. Похоже, к нам пришла атака, ребята. Да, ребята, к нам пришла атака, причем, блин, не простая, а это осада. Я переживал, что у нас атак нету. Очень, блин, сука, вовремя. Упакованный охрененно 53 рыл, не 53, а намного больше рыл, блин, офигенно упакованных. А у нас даже ни боеприп... У нас вообще ни черта нету. Просто ни черташеньки. И единственная надежда на Госта, который у нас снайпер, который сможет пойти пострелять. У него единственного осталась броня. Ой, господи, ты боже мой, что ж делать-то? Джереми. Подожди. А Джереми, Джереми у нас тоже вроде как боевой персонаж. Давайте подгоняем сюда вас. Будем одевать хотя бы во что-то наших боевиков. Надеть из кевлара, надеть ботиночки. Шлема у нас вроде как еще не готова, ни хрена, да? Ну, сейчас один шлем у нас будет. Назначение ограничения всем база. У всем база. роботы. Тоже давай на базе сидим. Так, шлемофончик у нас есть, да? Подожди, вот, вот он, шлем. Иди надевай. А бронекуртки ты не сделал, конечно же. Так, подтягивайся, давай сюда. Я не знаю, чем мы будем отбиваться. Гоуст, переодевайся. Я говорю, ты последняя надежда нашего общества. патрончики у тебя какие есть? Бронебойки нужны, да? Бронебойки нужны. А вопрос в том, где у нас все патроны теперь лежат. Так, тут у нас 45-й. Сколько у тебя вообще с собой патронов? Давай глянем. Так, 62 таких и 12 таких. Все, что ли? Подожди, у нас что, все патроны уничтожены были? Отлично. Просто, просто великолепно. У нас 52 патрона на складе. 7,62, 51. Сказать, что нам жопа, это практически вообще ничего не сказать. Селитра есть? Порох есть? Подожди, а что тебе не хватает-то тогда? Что тебе царская морда не хватает? Так, подожди. Тяжелый. А, подожди, свинца не хватает, похоже. Похоже, не хватает свинца. Да, давненько мы его не плавили, судя по всему. Чефецкий, давай плавить. Короче, последняя надежда на Госта. И я думаю, что основная война у нас будет в следующей серии. Сейчас мы попробуем взять кого-нибудь там за вымя. Вот. Ну, а воевать в основном мы будем уже в следующей серии, потому что в этой серии мы эту осаду отбить не успеем. Даже если вообще сможем начать отбивать, не успеем, банально. Вдобавок, эти уроды, кажется, очень удачно решили устроиться. Нам надо максимально далеко от них держаться, чтобы не подставиться, потому что они упакованы-то неплохо. сейчас к ним минометики начнут падать. Короче, будет веселуха полнейшая. Надо было с собой КПВТ-шку сейчас взять на самом деле, а почему нет? Слишком глубоко насекомый. Тоже очень, блин, вовремя. Ой, господи. Так, гринявый, вставай, вис, у тебя пушки нету, да? Тетя Ханя, давай тоже вставай. Ну, слава яйкам, хоть это легко, решаемо. Сейчас, сейчас, этих мы сейчас быстренько перестреляем, вот меня больше волнует, что здесь у нас происходит. Короче, полнейшая веселуха. Ты видишь кого-нибудь оттуда? Вроде видишь. Так, по-моему, по-моему, по мне уже кто-то стреляет, да? И есть. А, еще и двоих, кстати. Этот ранен, и... А, не двоих, это мешок с песком. Так, этот через 14 часов отъедет. Короче, нам надо их сагрить на пулеметы. Самое главное. Так, вы пока все свободны. Пойдем немножко еще постреляем, Гоуст. Я на тебя надеюсь, что у тебя получится. Надо парочку тел убить, и тогда, в принципе... Погоди, тут какой-то снайпер по тебе работает. Так, один отъехал. А есть... Подожди, где у нас? Где-то тут есть, короче, какой-то ублюдок, который стреляет по... Подожди, вот, вот, эта девочка у нас... Старе. Она со снайперской винтовкой. Сейчас мы ее попробуем убрать. Давай. Сейчас. Давай. Старе, по-моему, не убрали, но, по-моему, в кого-то другого мы попали. Еще снайпер. Блин, кто-нибудь да сейчас попадет, блин. Гоуст, ты стрелять будешь? Опа. Господи, другого убрали. Не, ну, нормально, Гоуст, нормально. Я тебя хвалю. Давай вот этого снайпера попробуем. А то сейчас по нам полетит уже, скорее всего. Если мы сейчас не поубиваем еще несколько целей вот этих вот, вот этих балбесов, опа, то они не сагают. Через шесть часов помрет снайпер, снайперочек наш. Давай, давай, убирай его. Еще кого-то ранили, но, по-моему, кого-то другого. Гоуст, конечно, снайпер от бога просто. Есть. Снайпер кончился. Погоди, а что, бронебойных у нас, конечно же, больше нету. Круто. Так, давай старе дальше. Хотя, вообще-то, надо вот этого чувака, который... А кто из них, кто из них работает вообще? Ой, вы знаете, там уже, там уже как бы миномет пошел в дело, да? Он заряжаться пошел. Ладно, давай, старе. Убирай, старе. Ребята, вы когда вообще? Нет, вот теперь вот этого хрена. Слушай, а ты с какими боеприпасами? Зажигательными. Ой, ребята, будет веселуха у нас в следующей серии, я так чувствую, но именно в следующей серии. Если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжение, хотите посмотреть, чем же закончится все это для нашей колонии, возможно, мы сгорим здесь заживо, но, может быть, и уничтожим всех своих противников. В общем, не забывайте, приходите завтра и смотрите на моем канале. А сейчас с вас лайкосик, подписочка, если вы еще не подписаны. Ну, а с вами был Гринни, всего доброго, всем пока и отличного настроения, как обычно, на самом интересном. Обломал. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok